Перед украинскими пропускными пунктами на границе с Крымом скопилось около 200 фур с товарами. По данным МВД Херсонской области, проезд для грузовых автомобилей закрыт на всех трех КПП, ведущих на полуостров. Водители простаивают сутками из-за действий так называемого Меджлиса крымских татар, который во всем поддерживает действия официального Киева. К акции присоединились и радикалы запрещенного в России правого сектора. Они установили на дорогах свои блокпосты. Между тем, власти Крыма говорят, что никакой угрозы для его жителей такая продовольственная блокада не представляет. Пострадают разве что сельхозпроизводители приграничных областей Украины. Оттуда, хоть и не в таком большом объеме, шли поставки продукции. Давно все крымчане к этому были готовы. У всех сетевиков давно заключены контракты с сельхозпроизводителями Крыма Российской Федерации. У нас полностью подготовлены все площадки для ярмарков сельхозрайонов, для того, чтобы крымские сельхозпроизводители могли сбывать без проблем продукцию, а, соответственно, граждане доступ имели к более дешевому продукту. То есть никакой проблемы на самом деле-то нет. Более бессмысленной и бестолковой акции я не видел. Крымские татары, живущие в Симферополе, Бахчисарае, выступили против инициативы бывшего Меджлиса, члена которого, к слову, сами давно покинули полуостров и теперь заседают Верховной Ради Украины. Их называют предателями. Возле дома одного из инициаторов товарной блокады Крыма прошел митинг. Его портрет демонстративно закидали яйцами. Продолжение следует... Продолжение следует...